Льюис Хэмилтон дотянул на резине Льюис Хэмилтон дотянул на резине Он стал победителем Гран-при Монако и упрочил лидерство в чемпионате Коммерсант от 26 мая 2019 года 22.5 Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Монако Оказавшегося, по его собственному признанию, одним из наиболее сложных в его курьере На протяжении большей части гонки британец был вынужден биться не только с соперниками А еще с собственными покрышками, не позволявшими раскрыть потенциал его Но несмотря на это, Хэмилтон дотерпел до финиша Вторым в итоговом протоколе оказался Себастьян Фетель Третье – Валтери Ботас Российский гонщик Данил Крят финишировал седьмым, и это его лучший результат в нынешнем сезоне Пять предыдущих гонок сезона завершились дублями в исполнении гонщиков И от Гран-при Монако тоже ждали такого же итога Ряд специалистов, например, спортивный консультант Хельмут Марко, даже считали дубль Неизбежным На господина Марко большое впечатление произвели результаты тестов, состоявшихся в середине мая в Барселоне На них тест-пилот Никита Мазепин показал лучшее время Он оставил позади не только таких же, как и он, тестеров, но и второго номера Шарля Леклера, опередив его на 1,5 секунды Если не самый опытный гонщик из Формулы 2 показывает лучшее время, это означает, что «Мерседес» сейчас на голову сильнее всех, констатировал Хельмут Марко Он также отметил, что «Феррари» в Монако Если только Скудерия срочно не решит вопросы с недостаточной прижимной силой, ничего хорошего не светит И предсказал, что «Рэдбул» вполне способен бороться за место на подиуме Прогноз Хельмута Марко оправдался не полностью Да, «Мерседес» был вне конкуренции в квалификации Льюис Хэмилтон и Валтери Ботас заняли первые два места Да, Макс Ферстопен расположился следом за ними Да, лидер «Феррари» Себастьян Феттель был лишь четвертым, а Леклер и вовсе пятнадцатым Как провал «Феррари» в Бахре не обеспечил «Мерседес» Победный дубль, но сама гонка сложилась для «Мерседес» Не так просто, как могла бы Ключевым фактором, обеспечившим Гран-при Монако Нечасто балующего болельщиков зрелищной борьбой Стало то, что на пидстопе механики «Рэдбул» Неосторожно дали зеленый свет Ферстопену И в итоге голландец столкнулся с Ботасом Оба гонку продолжили Но если Ферстопен выбрался в итоге на второе место То Ботас застрял за пределами первой тройки И как он сам отметил позже Гонка для него довольно быстро превратилась в нечто среднее Между тренировкой и воскресными покатушками Ну а как иначе, если обгонять в Монако почти нереально Хотя, скажем, Данил Квят Не слишком удачно стартовавший Он откатился с седьмого на девятое место Вполне отыгрывал позицию и финишировал седьмым И это лучший результат россиянина в этом сезоне Хотя для спортсмена, в карьере которого был и финиш на второй строчке В Венгрии в 2015-м, седьмое место явно не предел мечтаний Выключение Ботаса из борьбы означало Что Хэмилтона, случись что, будет некому прикрыть А оно случилось На протяжении почти всей дистанции Пятикратный чемпион мира только и жаловался на резину Интересуясь, кому в команде пришло в голову Использовать именно этот комплект покрышек Был даже момент, когда Хэмилтон заявил Что гонку он проиграет Потому как машина не слушается А вот улетевшего следом Ферстопена Все работало как надо Проблема в том, что голландцы за контакт с Ботасом Наказали пятисекундным штрафом А значит, ему не только нужно было обгонять чемпиона Но еще и отрываться от него на пять с лишним секунд Но как ни старался Ферстопен Даже до обгона не дошло Впрочем, заставит попотеть Хэмилтона Назвавшего после финиша Гран-при Монако Одной из сложнейших гонок в своей карьере Он сумел В итоговом протоколе Хэмилтон остался первым Увеличив отрыв от Ботаса в общем зачете до 17 очков Вторым был Фетель Третьим, собственно Ботас Ферстопен же с учетом штрафа откатился на четвертое место Александр Петров